Здравствуйте, друзья, с вами Александр Шадов, кандидат философских наук, философ, скептик абсолютный, антисоентист. Так, сегодня у нас лекция по теме средневековая китайская философия, неокомпуцианство, неодаусизм и китайский буддизм. Так, хорошо, начали с такого лёгкого кринжа, потому что впереди вас ждёт, ну, тотальное изничтожение к этим китайским мускулом, что? Так вот, ладно, друзья, начнём с простого. Начнём с того, что термин средневековая китайская философия не следует воспринимать как нечто аналогичное европейскому, да, средневековью имеется в виду, с доминированием одной религии и философии христианства, ведь китайское средневековье может похвастаться развитием как минимум трёх религиозно-философских тенденций. Первое – это конфуцианство, второе – это даусизм, третье – это буддизм, которые при всех отличиях не только критиковали друг друга, но и производили заимствование, заимствование, объединение, вот так далее, так далее, так далее, и так далее. То есть здесь как бы, да, если у нас в Европе буквально одна мощная тенденция доминирующая, то в Китае три тенденции, которые при этом тесно переплетались, дополняли друг друга, запомнили, приняли, поняли. А термин средневековой китайской философии указывает исключительно на период, то есть на определённое время, да, её развитие от, собственно, 700-го года нашей эры до 1500-го приблизительно, да, то есть вот так вот. Что при некотором упрощении совпадает с европейским средневековьим по датам. При некотором упрощении, да, окей, конечно, пару веков мы здесь профукали, но приблизительно, какая разница, пусть будет она. Также важно отметить, что китайское средневековье включает в себя несколько династий. Но из них мы упомянем вроде бы только Тан, Сун, Юань и Мин. А во времена этих династий проживали одни из самых выдающихся известных мыслителей Китая. Так что важно отметить, сам термин китайское средневековье не разделяет даже какие-то конкретные эпохи, как это происходит, ну, например, в случае с европейской философией, ну, эпоху возрождения, эпоху просвещения, средневековье, там, античное. Ну, короче, относительно Китая, Китая это не разделение по эпохам каким-то, да, эпохи это скорее династии разные. Ведь для Китая на протяжении большей части истории куда более эпохальными событиями являются смены династии, а средневековье по аналогии с Европой лишь подчеркивает некоторый временной промежуток, который для этой конкретной лекции является довольно удобным. Ну, потому что мы уже разбирали древнюю философию, то есть конфуцианство, даосизм, моизм, школу имен, шлигизм, школу законов, что, иньян зя мы разбирали, да, школу иньян, соответственно. Ну, короче, разбирали классические китайские философские школы в прошлых лекциях. В этой лекции я бы хотел коснуться непосредственно неоконфуцианства, нео-даосизма, опять же, так называемыми, это так называемые вещи, просто потому что, опять же, следует заметить, что и здесь, как бы, наши руки европейцев протянулись очень-очень-очень далеко. Это именно что наша такая своеобразная фишка, вот вообще конфуцианство, которое, по сути, жу-джя, да, это там слово жу не означает конфуция, если что, да, жу-джя, это что-то по типу, я сейчас уже, кстати, возможно, ну как, забыл, не забыл, но именно что вот это вот жу-джя, это, как бы, школа чтецов, что ли, ну, и библиотекарей, вроде того, да, то есть, вот, а у нас это конфуцианство, потому что конфуция, суждение беседы, потому что вот это, короче, мы очень примитивное представление, мы в сре, мы, кто мы, люди, которые в этой всей теме не особо разбираются и слышали о конфуцианстве поверхностно, они думают, что вот конфуция, всё, основал, создал и так далее, так далее, так далее. На самом деле всё не так просто, однозначно и так далее, А неоконфуцианство, это как платонизм и неоплатонизм, по сути, понимаете, вот у нас есть платонизм, а потом мы же, мы же европейцы уже более-менее такие, более-более такие новенькие, то есть не сами платоники, а уже мы впоследствии придумали такой термин как неоплатонизм, то есть неоплатоники себя неоплатониками не называли. Здесь то же самое, во-первых, только есть один нюанс, в случае с конфуцианством, неоконфуцианцы себя не называли не нео, не конфуцианцы, то есть они были и не нео, и не неоконфуцианцами, по сути, но это просто удобный термин, который мы используем в наших европейских студиях, в общем-то, с этим придется смириться. То же самое с неодаусизмом, кстати. Да, так вот. Ну, вот такое вот введение небольшое, краткое, нормальное. Ну, начнем. Три школы. Неоконфуцианство, неодаусизм и, соответственно, китайский буддизм. Китайский буддизм. У нас три темы на повестке дня. Начнем с неоконфуцианства. Западное название синкретической китайской философской системы, сформировавшейся в IX-XVI веках со времен династии Сун до династии Мин, что отражено в китайском названии школы. Эта система стала синтезом основных интеллектуальных традиций, существовавших в Китае того времени. Делая упор на конфуцианство, система неоконфуцианства интегрировала в себя элементы даусизма и буддизма. Давайте пройдемся быстро по именам. Во-первых, в династии Утан существовали такой мыслитель, как Хань Юй. Мы его плюс-минус сюда внесем, потому что этот ранний предшественник неоконфуцианства активно защищал конфуцианство и критиковал буддизм и даусизм. В целом персонаж не очень выдающийся, в том плане, что дальше будут реально выдающиеся персонажи, которые реально повлияли на так называемое конфуцианство. И все начнется где-то уже с династии Сун, где Джон Дуни появится уже следующий персонаж Хань Юй. Просто персонаж, которого мы вместили в это средневековье условно. То есть он попадает в период средневековья, он попадает. Почему бы о нем не упомянуть? Ну, при том, что он вполне такой классический конфуцианец, скорее, который именно занимался защитой классического конфуцианства и все остальное критиковал. Но, с другой стороны, вот у нас есть династия Сун, и у нас там появляется такой великий, собственно, значительный мыслитель неоконфуцианства, как Джоу Дунь-И. Джоу Дунь-И – два слова. Джоу – одно слово, Дунь-И – второе слово. Джоу Дунь-И. Дунь-И вместе. Поняли. Первый значительный философ неоконфуцианства, который разработал концепцию великого предела. Великий предел – тай-дзы. Великий предел, еще раз, тай-дзы. Запомнили. Да, важная концепция будет важна на протяжении всей истории неоконфуцианства. Великий предел. О нем вы могли слышать там в аниме, мультиках, в какой-нибудь другой там всякой вот такой литературе. Так что вот следующий важный мыслитель – Джан Зай. Мы потом их всех конкретно рассмотрим. Джан Зай развивал идеи Джоу Дунь-И, особенно концепцию материальной силы ЦИ и философию о едином. ЦИ, ребята, вот оно. ЦИ появилось. ЦИ здесь. Собственно, в хате. Откуда ЦИ появилось, вот оно здесь зародилось. Вся вот эта вот тема с ЦИ, она будет развиваться у неоконфуцианцев очень активно. Потом, потом очень значимые персонажи. Два брата. Чен Хао и Чен И. Их два. Чен Хао первый, второй Чен И. Это братья, внесшие важный вклад в развитие неоконфуцианства. Чен И считается одним из основополагателей рационалистического направления в неоконфуцианстве. Кстати, там будет одно поднаправление, сейчас мы до него дойдем. Как раз Джуси впереди нас ждет. Вот он считается неоконфуцианским Платоном, потому что его учение о Ли, принципе, Ли. Здесь Ли это принцип. Вы понимаете, в Китае мы произносим слово Ли, а под Ли может пониматься там три разных, собственно, иероглифа. И у этого Ли три разных произношения получается. И поэтому это три вообще разных условного слова. Это три разных смысла здесь. Вот здесь Ли это принцип. Вот Джуси, это следующий важный мыслитель после Чен И, который, собственно, и сформировал учение о, собственно, таком вот, короче, своеобразном, Ли Сюэ, так называемое. Учение о принципе. Это мы тоже обсудим немножко потом. Ну, еще между Ченом И и непосредственно Джуси, прекрасным, замечательным, одним из самых важнейших философов учения о принципе Ли Сюэ, является вот такой известный Сыма Гуан, историк и философ, автор важного труда, Цзи Джи Тун, Цзянь, всеобъемлющее зерцало, помогающее в управлении. Ну, тоже опять что-то такое вот околополитическое, мы это просто удерживаем в голове, потому что, ну вот она, да, политота. Для конфуцианцев политота, ну, классических конфуцианцев политота, это базовая тема, этика и политота, да, то есть, причем конфуцианский подход, я просто заранее напоминаю, да, вдруг вы позабыли внезапно. То есть, классическое конфуцианство, оно конкурирует с легизмом и даусизмом, причем главная конкуренция, это тема прежде всего в области политики, как надо управлять государством. Подход конфуцианства в данном случае заключается в том, что у нас есть пять добродетелей и правитель должен, не только правитель, вообще любой благородный муж, включая там разных чиновников, они должны стимулировать эти пять добродетелей, самое известное из которых это человечность, соответственно. Остальные перечислять не буду, мы их еще перечислим сегодня, если что, посмотрите мою лекцию по Китаю, собственно, там это все есть. Так вот, поэтому конфуцианство в основном разрабатывает, один, этику, два, политику, да, этико-политическое учение конфуцианства, оно принципиально важно, но неоконфуцианство выходит на новый уровень, где приходится разбираться уже с антологией, метафизикой и подобными вещами, и вот здесь как раз появляется вот это учение о принципе Ли Сюэ, которое очень похоже, ну, которое многие сравнят, включая Фэнью Ланя, с которого я многое что списал в данной лекции, в предыдущей лекции, вот как раз отсюда и произрастает его сравнение Джуси, этого самого с Платоном китайским, получается, да, и что вот учение Ли Сюэ очень похоже на учение об вот этих самых идеях Платона. В династии Мин, в династии Мин, 1368 год по 1644, известны два величайших мыслителя, которые создали школу уже не Ли Сюэ, то есть не школа принципа, а Синь Сюэ, учение, школа, посвященное учению о сердцу, разуме, весь мир в разуме, да, соответственно. Первый из них это Лу Сянь Шань, один из ранних мыслителей, который повлиял на Ван Ян Мина, разработал идеи о врожденном знании, знание врождено и вообще ничто в мире не существует, ну, понимаете, да, это все в разуме. И самый главный, самый знаменательный, самый известный, это как среди кинников диаген, да, такая звезда, также звездой, собственно, школы Синь Сюэ является Ван Ян Мин. Он его там Ван Шоушень вроде еще как-то там переводится, но неважно, Ван Ян Мин. Ван, одно слово, Ян Мин, второе слово, Ван Ян Мин, очень важный мыслитель. То есть из всего, что вы сейчас услышали, неплохо бы запомнить, по крайней мере, имена двух мыслителей, четырех мыслителей. Да, ну, нет, давайте, 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 давайте четырех. Джоу Дуни, него компенсатство с него практически начинается. Джан Зай, обязательно. Джу Си, обязательно, просто вот Джу Си. И Ван Ян Мин, вот четыре как бы база. Если вы этого не запомнили, как говорится, я вас найду. В общем-то, вот этих четырех мы запоминаем, остальных, ну, Чен Хао, Чен И тоже можно запомнить, потому что созвучно. С Эму Гуана мы даже разбирать дальше не будем, ну, историк и историк, как говорится. Так вот, давайте тогда разберемся с тем, кто такой этот, прости господи, Хан Юй. Хан Юй стремился вернуть конфуциан, ну, тот самый, который в династии Тан был, соответственно, который такой более-менее классический конфуцианец. Мало чего интересного вы сейчас услышите, скорее всего, да? Потому что, опять же, отсылки на конфуция, на мензы. Ну, короче, обычная китайская такая философская классика, с которой приходится постоянно как бы иметь дело. Такая вот конфуцианская. Хан Юй стремился вернуть конфуцианство в центр китайской философии и государственной политики. Он подчеркивал необходимость изучения классических конфуцианских текстов, исследования учением конфуция и его последователей. Он считал, что конфуцианские ценности, такие как соблюдение ритуалов, уважение к старшим, преданность семье и государству, являются основой морального общества. Хан Юй был одним из наиболее известных критиков буддизма и даосизма в Китае. Он рассматривал это учение как иностранные и чуждые китайской культуре. Он также критиковал даосизм за его мистицизм и уход от реальной жизни, считая его менее полезным для общества по сравнению с практичным конфуцианством. Хан Юй интерпретировал дао в контексте конфуцианства как правильный путь, которому должен следовать каждый человек, особенно правители и чиновники. Он утверждал, что конфуцианские мудрецы прошлого, такие как Конфуций и Мэнзы, истинно понимали и следовали этому пути. В отличие от даосской интерпретации для Хан Юя, дао было связано с социальной, этикой, моралью и выполнением общественного долга. Хан Юй настаивал на том, что управление должно основываться на моральных принципах. Это типичная конфуцианская тема, как бы просто конфуцианская бинго. Закрываем здесь, собственно, основываться на моральных принципах, а правители и чиновники должны быть примером для своих подданных. Он подчеркивал, что сила власти заключается не в насилии, а в справедливости и добродетели. Он выступал за строгую иерархию и социальный порядок, где каждый человек занимает свое должное место и действует в соответствии с социальными обязанностями. Из важного, что мы здесь прочитали, ну то есть это классический конфуцианец, практически все у него по-конфуциански. Это прям сам конфуций как будто бы возродился, но есть один небольшой нюанс, и этот нюанс, на мой взгляд, категорически важен. Понятие дао внедряется в философию конфуцианцев. Что уже как бы порождает определенные размышления, как вы понимаете. То есть если конфуцианство в среднем до этого не особо же нуждалось в понятии дао, у нас здесь появляется ханьюй, который вот вам выкатывает дао. Но он дао понимает по-другому. То есть да, если мы вообще смотрим дао дэцзин, китайский, да, вот этот текст, лао дзин, написал, все дела, то дао это нечто, бытие. Бытие сущее, метафизика, вселенский закон, какой-то там путь, тенденция. Что-то вот такое мега абстрактное, что-то абсолютно вот такое вот, вот такое вот, да, какое-то вот такое вот. А есть дэ. Дао и дэ. То есть дэ это такое маленькое дао, это путь естественный максимально. То есть это уже такое вот преломление, преломление дао к конкретному человеку. И дэ это естественность, дефис добродетель для даоса получается. Быть естественным, то есть следовать увей, недеянию, то есть не надо себя бороть, не надо быть лучше, чем ты там себе кажется, соответствуй своей природе, дай там проплыть трупу своего врага, посиди, подожди на берегу, пока проплыет труп своего врага. Все произойдет естественно, правильно и хорошо. Хорошо, и на самом деле это во всем все эти глупые конфуцианцы, негодяи, злодеи, виноваты, там, не знаю, легисты, конфуцианцы, потому что они внедряются силой в естественные процессы существования государства и все к черту портят. Вот это вот про дэ как раз, дао и дэ. То есть здесь дао, оно как раз понимается уже в контексте как будто бы дэ, чтобы вы понимали, да, вот у даосов. То есть это как раз принцип, применяемый конкретно к человеку, причем социально-этический принцип, причем он отличается от того дэ, которое было у даосов, потому что у даосов это как бы увей изначально было, увей, недеяние. Причем не просто, ты вообще сидишь, ничего не делаешь, ты не делаешь какую-то фигню, которая противоречит твоей природе, как-то вот так вот по сути, если мы вот это можем нормально объяснить, это будет приблизительно вот так звучать. Здесь же ты наоборот занимаешься теми вещами, ну как противоречит твоей природе, просто по конфуцианцам у тебя природа может быть другая, не то что у даосов, ну да ладно. Так вот, ну нет, видите, здесь строгая иерархия, там каждый занимает свое место, действует в соответствии социальными обязанностями, какие-то обязанности, есть какая-то справедливость. Ну короче, короче, довольно конфуцианская тема в данном случае, и в данном случае мы не видим, ну это некоторый шаг интерпретации Дао, но дальше мы переходим уже к настоящему философу неоконфуцианства, где мы наконец-то заканчиваем с этикой, моралью, политикой, ну по большей части заканчиваем, и переходим уже к метафизике, антологии и всему вот такому интересному, замечательному и крутому. Джоу Дунь И, Дунь И вместе пишется, Джоу Дунь И, миллион раз повторяю, потому что я сам понимаю эти китайские имена, я сам их не запоминаю, я помню учения о великом пределе, ну до того, как я начал готовить лекцию, а все эти имена, они из головы как-то вот выпадают, хотя Чен И, Чен Хао запоминается, Иван Ян Мин тоже хорошо запоминается, неожиданно, потому что там и учения особенные. Так вот, Джоу, 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 Джоу Дунь И, это сейчас, секунду, подождите, у меня тут, у меня тут небольшой косяк, Тай Цзи, Великий предел, это главная часть его учения, Тай Цзи. Одним из ключевых понятий в учении Джоу Дунь И является концепция Тай Цзи или Великого предела в своем знаменитом трактате «Обозрение схемы Великого предела». Он объясняет, что Тай Цзи является первоначальной основой вселенной, из которой возникают все вещи. Согласно Джоу Дунь И, из Великого предела возникают два основных принципа, инь и ян, которые взаимодействуют и порождают пять элементов – дерево, огонь, земля, металл, вода, из которых затем возникают все формы бытия. Как-то так. Этот космологический процесс является динамическим и непрерывным, все еще Тай Цзи, и является динамическим и непрерывным, что приводит к гармонии и равновесию во вселенной. Единый принцип, из него все возникает, раздвоение на ини-ян, ини-ян на пять стихий разделяются, все поняли. Помимо всего того, что вот здесь написано, важно помнить, что ини-ян – это не только какие-то энергии, стихии, субстанции. Это еще и принцип разделения на два. Стихии – это тоже не только какие-то субстанции, вещества и так далее. Это в том числе принцип разделения на пять. У китайцев, как мне видится, довольно комбинаторное мышление, если мы имеем дело с мышлением этих самых, собственно, китайцев, которые, по сути своей, комбинаторны. Вот у них есть специальные такие вот таксономические единицы, такие способы разделения всего сущего на разное количество элементов. Первое – это ини-ян – двойственно, темное – светлое, мужское – женское, там и так далее, так далее, так далее. Принцип разделения на пять, иногда, ну, можно на четыре, можно на пять, соответственно, там зависит от того, из чего мы исходим. Ну и вся комбинаторика, построенная на тексте и дзин, то есть вот текст, где вот как раз вот кости разбираются, вот ты бросаешь кости, и у тебя, собственно, там гексограммы определенные выпадают, и в соответствии с определенными гексограммами ты можешь делать определенные гадания, и под эти гадания тоже очень многое подстроено. Это очень сложная комбинаторная система, в которой можно получить 64 результата разных, и эти 64 результата также, они сложные не потому, что их 64, если что, кости, да? Они сложные потому, что это все еще наделено определенным символическим смыслом. И, в принципе, вот эти вот делители типа ини-ян, стихии, они тоже наделены большим символическим смыслом, с чем тоже приходится иметь дело. Так вот, вторая идея уже, которая у Джон Дуньи появляется, это Ли, принцип. Если что, до этого у конфуцианцев была еще добродетель, которая тоже переводится как Ли, говорится как Ли, но это не принцип, если что. Так вот, здесь Ли это принцип, и Ци материальная сила. Джо Дуньи ввел понятие Ли, универсального принципа или закона, который управляет всеми вещами во вселенной. Ли это нематериальная сущность, которая определяет природу всех вещей. Ци это материальная сила или энергия, которая проявляет Ли в конкретных формах. Все вещи во вселенной являются результатом взаимодействия Ли и Ци. Джо Дуньи утверждал, что Ли предшествует Ци и является первопричиной всего сущего. И здесь мы видим корни школы Ли Сюэ, учение школа, Ли принцип, учение о принципе. Еще раз буду повторять постоянно, потому что я, если буду забрасывать вас китайской терминологии, вы все к черту забудьте, я вас понимаю, я сам это все к черту забываю. Так вот, третий пункт. Взаимодействие иниян. Джо Дуньи придавал большое значение взаимодействию иниян. Он считал, что гармония во вселенной достигается благодаря сбалансированному взаимодействию этих двух противоположных, но и взаимодополняющих сил, не материй. То есть, в некоторых учениях это будет пониматься как материя, но здесь нет. В этом контексте он рассматривал изменения и трансформации, происходящие в природе и обществе, как результат динамического равновесия между иниян. Ну, дальше тема этика и самосовершенствования для китайцев типичная. Джо Дуньи утверждал, что человек, как часть вселенной, также подчиняет сопринципу Ли и должен стремиться к гармонии добродетеля, следуя великому пределу. Тайдзи. Он разработал этическую систему, в которой центральное место занимает идея самосовершенствования через культивирование добродетелей, таких как человечность, справедливость, соблюдение ритуалов Ли. Вот оно, тоже здесь Ли. Соблюдение ритуалов. То есть, важно не путать Ли как соблюдение ритуалов среди добродетелей конфуцианства и Ли как принцип, который является принципом всего вокруг, получается. Это два разных Ли, просто они разные иероглифы обозначают и произносятся немного по-разному. Это по-разному Ли говорится в данном случае. То есть, это разные слова, разные смыслы, разные значения. Ну и последнее, это, конечно, знания. Добродетели конфуцианства. Человечность, Жень, справедливость, И, соблюдение ритуалов Ли и знания Джи. Соответственно, запомнили, да, точка Джи, Че, Жи и Джи. Точка Джи, Жи. Окей. Ну, что же, мы продолжаем тенденцию кринжовых лекций. Почему бы и нет? Этика Джо Дун И основана на идее внутреннего порядка, который достигается через осознание и исследование Ли. Идеал бесстрастности. Увей. Оу. Оу май. Увей. Здесь тоже появляется. Кто бы мог подумать. В своем учении Джо Дун И развивал концепцию увей, недеяния, которая в его интерпретации означала бесстрастие или недеяние, как состояние гармонии с дао и природным порядком. Он утверждал, что истинный мудрец должен стремиться к бесстрастию, не привязываясь к желаниям и не нарушая естественный порядок вещей. Вот, кстати, если вы заметите, какой-нибудь древний китайский философ по типу Конфуция, по типу какого-нибудь, опять же, Джо Анзы или кого-то еще, они еще не до конца как бы китайские. То есть, да, если вы будете современную китайскую такую философию изымать из какого-нибудь рода произведений, литературных, художественных и чего-то вот такого, вы обнаружите, что одного лишь конфуцианства не хватает, одного лишь даосизма не хватает, чего-то этого не хватает. И вот как раз в неоконфуцианстве, представителем которого является Джо Дун И, очевидно, мы встречаем смешение уже практически такого целостного, полноценного китайского образа мысли, который будет актуален и впоследствии на протяжении долгих веков, который будет актуален для многих произведений литературных и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, если мы будем смотреть на конфуция, одного конфуция не хватает для того, чтобы объяснить всевозможные вот эти вот там культиваторки, бесконечные вот эти вот книжки, там всякие троицарствия, там, я не знаю, путешествия на запад, ну мало этого, очень-очень мало. А неоконфуцианство, оно нам уже как бы выдает практически весь инструментарий, вы можете изучить неоконфуцианство и, по сути, ну, для того, чтобы понять неоконфуцианство, вам надо знать немножко и про даосизм, и немножко про конфуцианство нужно знать, потому что здесь все тесно связано. Ну, вы сами понимаете, да? Но здесь оно уже все собрано вместе, оно как-то укомплектовано, и, по сути, происходит такое своеобразное сплетение разных философских школ, учений. Там и буддийские элементы будут иногда попадаться, и даосизм, и буддизм будут тесно сливаться друг с другом по-китайски, понятное дело. То есть, тут такая как бы история тесного взаимодействия. Следующий важный мыслитель – это Джан Зай. В основе философии Джан Зай лежит понятие вечной и неуничтожимой энергии Ци, которая связана как с великим пределом Тай Цзы, так и с Дао. Ци производит многообразие вещей, а присутствие, которое является Ю, которое называется Ю, и отсутствие, которое называется У, например, в слове У, Вэй, недеяние, да? Увэй, недеяние, напоминаю, отсутствие У. Увэй является формами ее проявления. Мировые процессы развиваются либо скачкообразно, в скобочках бянь, либо плавно, хуа. Концепция Ци – важная идея Джан Зая, которая уже была до этого, но здесь больше на нее акцент делается именно на Ци. Центральным элементом философии Джан Зая является понятие Ци, которое он считал основой всего существующего. Ци – это универсальная материальная сила или энергия, из которой состоят все вещи во вселенной. Джан Зай рассматривал Ци как динамическую и непрерывно меняющуюся субстанцию. Он утверждал, что все явления, как физические, так и духовные, являются проявлением Ци в различных формах. Для Джан Зая Ци – это не только материальная основа вселенной, но и фундаментальный принцип, определяющий структуру и порядок мироздания. Ну, опять же, Тай Ци – великий предел. И, соответственно, принцип, который Ли. Ну, вы поняли, вы уже знаете. Тай Ци, Ли, вы уже наизусть должны знать. Ли Сюэ тоже вы уже должны наизусть знать. Я как бы вам намекаю. Вы знаете, и Ци вы уже понимаете, что это за материальные энергии такие, да, приблизительно осознаете. Так вот, подобно Джо Дуни, Джан Зай считал Тай Ци или великий предел перевосновой вселенной. Он утверждал, что из Тай Ци возникает Ци, который затем проявляется в форме всех вещей. Ли, учение Джан Зай – это универсальный принцип, управляющий всеми аспектами существования. Ли является законом, по которому Ци организуется и структурируется в конкретные формы. Учение о космологии и этике. Джан Зай развивал космологическую теорию, в которой взаимодействие инь и ян, а также пяти элементов усин, играют ключевую роль в процессах трансформации Ци. Чувствуете, да, любители культиваторок напряглись. Он утверждал, что гармония в природе и обществе достигается через понимание и исследование этим космическим принципам. В этом контексте он видел необходимость гармонизации человеческого поведения с космическими законами. Этическая сторона учения Джан Зая заключается, да, сейчас опять конфуцианство будет, правильно же, в том, что человек, как часть космоса, должен стремиться к моральному совершенству, что достигается через внутреннее развитие и гармонию с окружающим миром. Ну, почти, очень похоже. Концепция великого долга. Да и. Концепция. Да, да и. Да и, короче, запомнили, да. Джан Зай вел понятие великого долга, подчеркивая моральные обязанности человека перед миром и обществом. Он считал, что каждый человек должен осознавать свою роль в поддержании порядка и гармонии в мире. Он утверждал, что выполнение великого долга связано с пониманием и исследованием Ли, принципу ИЦИ материальной силы. Идея о связи неба и человека тоже важна в его учении. Важным аспектом учения Джан Зая является идея о единстве неба, тянь и человека. Он утверждал, что человек является микрокосмом, окружающим, макрокосмом, небо. Ну, небо, понятное дело, да. Опять же, слово микрокосм, макрокосм, это наши, скорее, слова, но вы понимаете, да, что там все по-другому изображается, но в каком смысле, видимо, вот метафора микромакрокосма здесь применима. В этом контексте человек должен стремиться к достижению гармонии с природой и небом через моральное совершенствование и соблюдение этических норм. Отрицание дуализма. Джан Зай выступал против дуалистического разделения мира на материальное и духовное. Он считал, что все существующее, включая тело и дух, является проявлением одной и той же субстанции ЦИ. Он отрицал существование абсолютного разделения между материальным и нематериальным, утверждая, что это всего лишь разные проявления одной и той же реальности. Теперь вспоминаем, у нас два брата Чэн Хао и Чэн И. Чэн Хао, Чэн И. Сейчас будет Чэн Хао. Чэн Хао. Учение о Ли. В принципе. То есть уже было Ли, уже в культуре оно присутствовало, уже его много раз разжевывали, пережевывали и так далее. И в этом плане у нас есть товарищ, который как раз сделал акцент на этом. Ну и Чэн И это тоже продолжит активно. Центральное место в философии Чэн Хао занимает понятие Ли. Что можно перевести как принцип или закон? Ли – это универсальный принцип, управляющий всем существующим, как на уровне космоса, так и на уровне индивидуального бытия. Чэн Хао утверждал, что Ли присутствует во всех вещах и является явлением, включая человеческую природу. Познание, исследование Ли – это путь к моральному совершенству. Единая природа всех вещей. Чэн Хао считал, что у всех существ во Вселенной есть общая природа, которая проявляется через Ли. Эта природа единая и неизменна, но она проявляется в различных формах через взаимодействие с Ци, материальной субстанцией. В этом контексте он подчеркивал взаимосвязь всех вещей во Вселенной и важность гармонии между человеком и природой. Природа человека. Син. Для Чэн Хао природа человека, то есть Син, изначально добра, как у Мэнзе. Он считал, что каждый человек обладает врожденной моральной природой, которая проявляется через добродетели такие как человечность, Жень, справедливость и соблюдение ритуалов, которые Ли, но это не то ли, еще раз поясняю, и мудрость, Джи, это классические, китайские, ну, конфуцианские добродетели, да-да-да-да-да, ну, это будет повторяться миллион раз еще. Ну, а не миллион, у нас не так уж много китайских мыслителей, чтобы миллион раз повторилось, но ладно. Моральное совершенствование. Чэн Хао уделял большое внимание внутреннему моральному развитию человека, он считал, что процессом осовершенствования заключается восстановление реализации врожденной доброй природы человека, Мэнзе, добрая природа человека, да. В его учении подчеркивается, что необходимо осознать свою природу и действовать в соответствии с Ли, ну, уже принципом Ли, Ли, что приведет к истинной добродетели. Этот процесс он описывал, как возвращение к исконной чистоте сердца и ума, а это называется Синь. Самосовершенствование для Чэн Хао было не только индивидуальной задачей, но и основой для создания гармоничного общества. Он считал, что если каждый человек будет следовать Ли с большой буквы, да, Ли с большой буквы, это принцип, и развивать свою добродетельную природу, это приведет к общественной гармонии, порядку. Это тоже типичная китайская тема, приведет к гармонии, порядку, все будет гармонично, все будет правильно. Для даосов это когда мы ничего не делаем, и все само складывается гармонично, прекрасно и порядочно, да. А если начинаем делать, то все портим. У конфуцианцев наоборот, мы должны постараться, посамосовершенствоваться, и тогда вот мы все ко всему этому приведем. Ну, вы поняли. Интуитивное познание и принцип всеединства. Чэн Хао утверждал, что истинное понимание Ли с большой буквы достигается не столько через рациональное исследование, сколько через интуитивное, и здесь его брат, кажется, будет ему оппонентом. Так вот, постижение, основанное на искренности и внутренней чистоте. Он подчеркивал важность внутреннего осознания и прямого постижения моральных истин. В его философии особое место занимает концепция всеединства, ити, всеединства, которая предполагает, что все существа, несмотря на их внешние различия, связаны с единым и Ли, вследствие чего человек должен испытывать сострадание и любовь ко всему сущему. Учение о гармонии. Гармония, то есть Хэ, была ключевой категорией в учении Чэн Хао. Он считал, что гармония достигается, когда человек живет в соответствии с Ли, с большой буквы, которая принципа, выражая свою истинную природу через добродетельные поступки. Он также подчеркивал важность поддержания гармонии между индивидуумом и обществом, человеком и природой. Для Чэн Хао гармония в обществе и природе была прямым следствием морального совершенствования человека. Брат Чэн Хао Чэн И теперь. Чэн И величайший тоже мыслитель. Вообще два брата Чэн Хао Чэн И, еще раз повторяю, величайшие для неоконфуцианства, очень важные персонажи, но и вот они еще и братья. Учение Али. Понятное дело, опять же, куда еще? Куда же нам? Центральной концепцией философии Чэн И является Ли. Универсальный принцип или закон, который управляет всеми явлениями во вселенной. Ли является основой и причиной существования всех вещей, определяя их природу и функцию. Чэн И считал, что Ли универсален и присутствует во всех вещах, но каждый предмет имеет свое собственное Ли, которое подчинено общему универсальному принципу. Think about it, real talk, похоже на форму Аристотеля. Ну, если вообще проводить аналогии, заниматься компротивистикой, то есть сравнением разных элементов разных культур и сведением их к чему-то одному общему, вот здесь по хорошей моменте, где можно попробовать свою компротивистику вот эту проявить и как бы сравнить это с аристотелевскими формами. Но при этом есть общий принцип. Ну, у Аристотеля в каком-то смысле тоже есть было. Ну, ладно, ну, похоже. В его учении Ли предшествует Ци. Ли перед Ци. Не Ци перед Ли, а Ли перед Ци. Это важно. До этого был мыслитель, у которого Ци. Оно важнее всего, да? Ци – это материальная субстанция. Ли структурирует и направляет движение Ци, формируя тем самым разнообразие явлений во Вселенной. Природа человека – Син. Чэн И, как и его брат Чэн Хао, верил в изначально добрую природу человека Син. Он утверждал, что природа человека соответствует Ли, следовательно, каждый человек изначально предрасположен к добродетели. Однако Чэн И также подчеркивал, что индивидуальные наклонности могут искажаться из-за влияния внешних факторов и неправильных действий. Поэтому задача человека – осознать свою истинную природу и вернуться к моральному состоянию через самосовершенствование. Ну, в принципе, то же самое. Учение о самосовершенствовании. Чэн И подчеркивал важность, внутреннего развития и дисциплины в процессе достижения морального совершенства. Он считал, что познание Ли через учебу и медитацию позволяет человеку привести свои действия и мысли в соответствии с принципом Ли. Основным методом самосовершенствования Чэн И считал искренность, ну, то же самое, которая помогает устранить внутренние противоречия и достичь гармонии с Ли. Искренность, по его мнению, связана с осознанием истинного Ли и исследованием ему в повседневной жизни, роль знания и рационального познания. В отличие от своего брата Чэн Хао, который делал акцент на интуитивном познании, Чэн И подчеркивал важность рационального исследования и анализа. Он утверждал, что познание Ли возможно через изучение природы, вещей и самообразования. Чэн И считал, что знание должно быть систематичным и логическим, что позволяет лучше понять взаимосвязи и закономерности, присущие всем вещам. Рациональное мышление и научное изучение, ну, научное в кавычках, изучение природы, он видел как ключевые инструменты для достижения морального совершенства, этика и общественный долг. Этическое учение Чэн И основывается на принципах конфуцианской морали, он подчеркивал важность выполнения обязанностей перед семьей, обществом и государством, считая, что каждый человек должен действовать в соответствии с Ли. Чэн И утверждал, что правильное поведение и выполнение долгая, это выражение внутренней добродетели, и они способствуют поддержанию гармонии в обществе. Важно также отметить, что Чэн И был сторонником строгого следования ритуалам, в скобочках Ли с маленькой буквы, и правилам, которые способствуют поддержанию социального порядка и выражают уважение к традициям и иерархии. Ну, блин, очевидно, конфуцианцы, это как бы... Если бы этого не было, они бы не были конфуцианцами, понятное дело. Но Сымагуан. Чуть-чуть про Сымагуана. Был сторонником традиционно конфуцианских ценностей и выступал за сохранение устоявшихся порядков. Он был противником радикальных реформ, считая, что любые изменения должны основываться на постепенном улучшении существующих традиций и институтов. Сымагуан считал, что ключ к хорошему управлению государством заключается в моральном совершенстве правителей. Он утверждал, что правитель должен быть примером для своих подданных, проявляя добродетели такие, как человечность, справедливость, мудрость. Ну, вы, короче, поняли, вы знаете. Джуси. Школа принципа. Ли Сюэ. Это вообще почти все. Это Ли Сюэ, по сути, но школа, но не все. Все, кто делают акцент на Ли, это Ли Сюэ. Те, кто делают акцент на сердце, это Синь Сюэ. В общем-то, поехали. Учение О Ли. Принцип. И Ци. Энергия. Джуси развил учение О Ли и Ци. Двух фундаментальных начала, составляющих всю Вселенную. Ли – это универсальный принцип или закон, который определяет сущность всех вещей и ее линий. Он нематериален и вечен. И представляет собой идеальную форму или идею вещей. Идею. Поэтому его сравнивают с Платоном, если что, вот этого самого Джуси. Сравнивают с Платоном китайским. Ци, с другой стороны, это материальная энергия, из которой состоят все вещи. Ци подчиняется Ли, проявляется в различных формах. Все объекты во Вселенной являются результатом взаимодействия Ли и Ци. Джуси утверждал, что Ли предшествует Ци, то есть принцип является первичным по отношению к материи. Все явления во Вселенной можно объяснить через понимание того, как Ли структурирует и организует Ци. Природа человека и самосовершенствование Джуси, следуя идеям Чены и Ченхау, считал, что природа человека изначально добра, поскольку она является проявлением Ли. Однако он признавал, что материальная составляющая Ци может быть нечистой и мутной, что приводит к моральным недостаткам. Нюанс. Но нюанс, да? Подчеркнули. Задача человека по Джуси заключается в том, чтобы через учебу, медитацию и моральное самосовершенствование очистить свое Ци и осознать истинное Ли своей природы. Этот процесс он называл познанием Ли и исправлением сердца Сюй Синь. Джуси подчеркивал важность самообразования и самодисциплины для достижения морального совершенства. Считал, что через изучение природы вещей и морали о самовоспитании человек может восстановить свою врожденную добродетель и действовать в соответствии с Ли. Здесь же у нас снова появляется то самое учение о великом пределе Тай Цзы. Джуси, ну то есть, Джуси, помимо всего этого, еще и определенный такой компилятор, сумматор этого китайского учения, что важно, да, конфуцианского, неоконфуцианского. Джуси развил концепцию Тай Цзы «Великий предел», которую ранее ввел Джон Дуи. Тай Цзы для Джуси представляет собой высшее проявление Ли, первооснову всех вещей во вселенной. По его мнению, все вещи во вселенной возникают из Тай Цзы «Великого предела», и оно управляет их преобразованиями и развитием. Тай Цзы является источником всех законов природы и принципов, по которым существует мир. Социальная и политическая философия в своих социальных и политических взглядах Джуси придется в традиционных конфуцианских ценностей, ну вы, короче, поняли. Ну, короче, все знаете здесь, вообще, типа ничего нового вам не будет, в общем-то, живите с этим, как хотите. А вот и оно. Синь-сюэ, школа сердца. Синь-сердце, сюэ, учение. Ли-сюэ и синь-сюэ. Две противоборствующие школы нео-конфуцианства. Ну, как противоборствующие, но две разные школы нео-конфуцианства о разном. Основателем этой школы можно считать Лу-сянь-шаня. Лу-сянь-шань. Сянь-шань – одно слово. Лу-сянь-шань. Учение о синь – сердце, уме. Центральным понятием философии Лу-сянь-шань является синь, что можно перевести как сердце или ум. Он считал, что синь – это источник всех знаний и добродетелей, и через него человек может непосредственно познавать истину. Ну, интуиционисты, если что, здесь появляются. По мнению Лу, истинное знание и моральное совершенство находятся внутри человека, и нет необходимости искать их вне себя. Это подчеркивает важность самопознания и самосовершенствования, единства знания и действия. Лу-сянь-шань утверждал, что знания и действия неразрывно связаны. Он выступал против теоризирования, оторванного от практики, подчеркивая, что истинное знание проявляется через моральное поведение. Он утверждал, что человек может познать истину только через практическое применение своих знаний в повседневной жизни. Это учение стало основой для дальнейшего развития идей Ван Ян Мином. Интуитивное познание. В отличие от Джу Си, который делал акцент на рациональном исследовании и изучении классических текстов, Лу-сянь-шань утверждал, что истина познается интуитивно через внутреннее сердце слэш-ум. Он считал, что каждый человек обладает врожденной способностью к интуитивному постижению Ли-принципа. Поэтому, по мнению Лу, главное это культивировать чистоту сердца, что позволит ему вернуться к своей изначальной доброй природе. Критика школы-принципа. Критика Ли-сюэ. То есть, критикует Ли-сюэ. Лу-сянь-шань критиковал философов, таких как Джу Си, за их акцент на изучение внешних вещей и текстов. Он утверждал, что слишком большое внимание к внешним исследованиям может привлечь человека, отвлечь человека от познания своей внутренней природы. В этом смысле его философия была более субъективной, ориентированной на внутреннее самосознание. И в отличие от объективной аналитической философии Джу Си. Учение о единстве. Лу-сянь-шань считал, что человек и вселенная представляют собой единое целое. Все существа и явления объединены через сердце, ум, который является общим для всех. Он утверждал, что понимание этого единства помогает человеку достигать гармонии с самим собой и с миром вокруг. Это учение также тесно связано с концепцией всеобщей любви и сострадания, которые, по мнению Лу, должны проистекать из-за сознания этого единства. Тоже, на мой взгляд, довольно понятная штука. Так вот, если что, Лу-сянь-шань и Иван Янмина очень часто называют субъективными идеалистами. И на самом деле, мне кажется, не зря. Не зря называют их субъективными идеалистами. Поскольку сердце здесь очень важно именно. Сердце, ум так называемый, то есть интуиция. Через все это вы постигаете реальность, истину. И при этом все, что вот таким образом не постигается, все это не истинное, соответственно, вы понимаете. Ван Янмин. Тот, кого я просил вас запомнить. Вне сознания нет ни неба, ни земли. Этого же тезиса придерживался Лу-сянь-шань. Вне сознания нет неба, ни неба, ни земли. Все в сердце. В синь. Полемизируя с последователями Джу-Си, считавшими, что путь к самосовершенствованию идет через знания и исследования вещей, Иван Янмин настаивал на том, что существенно не теоретическое познание, а понимание важнейших нравственных истин, которые дается человеку интуитивно. Ибо природа, данная человеку, чиста и совершенна, и задача в том, чтобы дойти до нее путем самоуглубления и чего? И отказа от эгоистических желаний, являющихся наносными. Любой человек может стать мудрецом, если научится следовать голосу своей природы и объединит познание с действием. Учение Ван Янмина о единстве, познании и действия по существу отрицает за познанием его собственную сущность и специфическую функцию, ибо сводит его к волевому акту познания, начало действия, действия, завершения познания. После смерти Ван Янмина и его школа разделилась на два течения, одно из которых, шедшее в русле конфуцианской традиции, подчеркивало этическую сторону его учения, другое же сближало выдвинутую им идею интуитивного познания с буддийским понятием просветления. Интуитивное познание Ли через сень, сердце, ум. Ван Янмин утверждал, что Ли или принцип, который управляет Вселенной и всеми вещами, не нужно искать во внешнем мире. Он уже присутствует внутри сердца, ума, каждого человека. Это сень, напоминаю, да? Это означает, что каждый человек обладает врожденной способностью интуитивно постигать истину. Он считал, что истинное знание приходит не через изучение внешних текстов или предметов, а через самосознание или внутреннее самоисследование. Это познание неразрывно связано с моральным самосовершенствованием, поскольку познание истины и практика добродетели – это два аспекта одного, собственно, процесса. Единство знания и действия. Одним из ключевых элементов философии Ван Янмина является концепция единства знания и действия. Он утверждал, что знание и действия – это две стороны одной медали. Настоящее знание невозможно без действия, а правильное действие исходит из истинного знания. Ван Янмин критиковал тех, кто разделял знания и действия, утверждая, что это приводит к лицемерию и бесплодным умозрительным рассуждениям. Он подчеркивал, что знание должно проявляться в практическом поведении, и лишь в этом случае оно становится подлинным. Учение о ясном знании. Лян-джи. Лян-джи. Одно слово. Ван Янмин ввел концепцию ясного знания Лян-джи, которое он считал врожденным у каждого человека. Лян-джи – это интуитивное природное знание о добре и зле, которое присутствует в сердце и уме каждого человека с рождения. По мнению Ван Янмина, каждый человек изначально знает, что такое добро и зло. И этот внутренний компас Лян-джи направляет его действия. Однако, для того, чтобы Лян-джи проявилась в полной мере, необходимо постоянно очищать свое сердце от эгоистических желаний и заблуждений. Критика ритуалов и формализма. Ю-у-у-у. О, конфуцианец критикует ритуалы и формализм. О-о-о. О, конфуция, случился сердечный приступ, простите. Мэн-зы выбросился из окна. Все переворачиваются в гробу одновременно. И этот человек считается конфуцианцем, да, 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 ладно. Критика ритуалов и формализма. Ван Янмин выступал против чрезмерного акцента на ритуалах и формальных обрядах, который был характерен для официального конфуцианства. Он считал, что следования ритуалам должны исходить из истинного внутреннего осознания их смысла и значимости, а не быть пустой формальностью. О-о-о-о. Поняли? Вот так вот. Вы недостаточно хорошо ритуалите. Критика-то вот в чем заключается. Слишком формально ритуалите. Оно должно от сердца идти. Понятно, понятно, понятно. Он подчеркивал, что моральные принципы и добродетель не могут быть введены к формальным правилам и внешним обрядам. Они должны исходить из внутреннего состояния человека. Вот так вот. Самосовершенствование и общественная жизнь. Ван Янмин подчеркивал важность самосовершенствования как основы для улучшения общества. Он считал, что каждый человек должен начать с себя, культивируя добродетель и ясное знание о своем сердце, а затем распространять эти качества на свою семью, общину и государство. Его учение о единстве, знании и действии также подчеркивало важность активного участия в общественной жизни. Он считал, что каждый человек обязан приносить пользу обществу, действуя в соответствии с принципами добра, которые он познал через свое сердце. Как-то так. Ну вот вам неоконфуцианство. Небольшой вывод по неоконфуцианству. Это было интересно, как минимум. Это было как минимум интересно. Ну и коконфуцианство представляет собой такую вот уникальную вещь. Уже важно просто заметить, что практически каждая китайская философская школа, включая философско-религиозная школа, лучше сказать, наверное, да, она претерпевает большой процесс синтеза с другими философскими школами. И мы это явно, по-моему, узрели сейчас. Вот та же концепция великого предела, она отдает концепции дао очень сильно при этом всем, да. Вообще какие-то принципы, непринципы, иньян, вот это вот все, оно вместе сливается и дает вам единую концепцию, поддерживая при этом классическую конфуцианскую мораль и политическую вот эту конфуцианскую тему. Ну вы, короче, понимаете. Наконец-то конфуцианцы начали заниматься не только этикой и политикой, сколько уже и какими-то антологическими вопросами, потому что нужно вообще-то задаться вопросом о том, на чем все это стоит, на чем все это держится, откуда берутся вот эти принципы, а почему жень, вот это человеколюбие так называемое, почему оно хорошо, потому что ли, ну вы понимаете, есть принцип определенный, да, который следует из тайцзы. То есть в целом, если китайцы сначала разрабатывали в основном этику и нередко, хотя иногда нет, иногда да, указывали на то, что природа человека добра сама по себе, да, то есть человек по природе бобр, добр, то есть то, чем будут заниматься европейцы уже в новое время, ну вот как раз спор Лока и Гоббса получается, да, человек по природе добр, человек по природе зол. Этот спор у китайцев начинается еще с Мэнзе Суньзе, вот, и продолжается здесь, но здесь мы каким-то образом должны объяснить, а почему он по природе добр, а с чего он вообще добр, что такое человеческая природа, откуда она следует, откуда она проистекает, вообще для китайцев так же, опять же, вообще в целом, да, на очень высоком уровне, свойственно, как бы это сказать, свойственно понимать все целостно, большая целостная единая картина мира, в которой все связано со всем остальным, природа и общество связаны, они не просто, знаете, не просто мы, как вот европейцы, вот у нас есть природа, и мы на основании природы, как олимпийские боги, строим что-то свое, создаем, борем природу, унижаем ее, бьем эту природу, насилуем, изобретаем что-то, да, там, естество испытания, пытаем природу, да, это вот мы, мы пытаем природу, мы над ней издеваемся, мы ее подчиняем, у нас есть разница между общественным и природным, вот она, фундаментальная разница, для китайцев этой разницы нету, там, на небесах, у них есть небесная канцелярия, то есть все устроено так же, как у нас здесь на земле, а здесь у нас есть небесная канцелярия, есть какие-то законы, условно, природы, которые мы видим, ну как, законы природы, наверное, нехороший термин в данном случае, ну, короче, как-то в мире все устроено, есть определенные закономерности, которые мы можем увидеть в природе, Ну, те же самые закономерности мы видим и в обществе, понимаете, по аналогии. Для китайцев вообще мышление по аналогии предельно свойственно, в том числе ввиду того, что имеется плотная тесная связь между общественным и, собственно, природным, да, понимаете. И вот так вот получилось, что ряд вот этих всяких учений типа конфуцианства, он как будто бы был оторван от этого единства. Ну, то есть, ну окей, ну ритуалы. Ну да, какие-то духи у конфуцианцев там они были, но это было вообще-то не очень важно, не очень-то и нужно. Да, почитай родителей, почитай, собственно, государя, соответственно, будь человеколюбивым, Жень, соответственно, ритуалы обязательно просто, неважно, веришь ты, не веришь, для конфуцианцев, видите, даже в формате ритуала это было, собственно, приемлемо. Ну и как-то так оно шло. И в этом плане, и в этом плане конфуцианцы, понятное дело, они, ну, были вынуждены, так скажем, эволюционировать. Если бы они не эволюционировали, это могло бы быть, ну, намного хуже. Теперь давайте перейдем к теме неодаосизма. Неодаосизм, Сюан Сюэ, учение о сокровенном и таинственном, течение китайской философии, ну, кстати, давайте так, да, течение китайской философии, возникшее в 3-4 веках и представлявшее собой возрождение философского даосизма. В период Вэй Цзинь, 4-5 век, заняло господствующее положение в идеологической жизни Китая, поскольку одной из главных форм деятельности его приверженцев были возвышенные философские беседы, участники, которые старались лучшим языком выразить лучшие мысли, оно получило также название Цинь Тань, буквально чистые и безупречные беседы, или Сюань Янь, буквально разговоры о сокровенном, ну, или таинственном. Так как предметом их рассуждения было сокровенное дао, неодоосизм ставит своей целью достижение состояния фэнлю, буквально ветер и поток, то есть свободной, непринужденной жизни в согласии с самим собой, собственной природой и природой вообще, опять же, видите, нет какой-то разницы между вашей собственной природой, природой вообще, и там государственной, на самом деле, природой тоже в конечном итоге. В отличие от классического даосизма, неодоосизм считал, что дао – это ничто. Все вещи спонтанно возникают сами из себя, а не из дао. Формула бытия рождается из небытия, означало для них, что бытие возникает само из себя. Поскольку вся вселенная находится в постоянном движении изменений, то общество, человек, институт и мораль должны меняться, приспосабливаться к настоящему моменту. Согласие с этим процессом, следование естественному означает недеяние, увы, препятствование ему сохранение устаревшего, деяние, то есть что-то искусственное. Деяние искусственное, да, то есть опять же, деяние-недеяние – это не разделение на то, что ты вот такой вот лежишь, такой не двигаешься, и деяние ты действуешь. Нет, ты как бы, ты либо поддерживаешь вот эту ужасную традицию неестественную, искусственную, деление на естественное и искусственное, во, вот, вот, важно, да. Ты либо за естественное, либо за искусственное. Конфуцианцы, они за искусственное, хотя мы только что прослушали, по мнению даосов, да, по мнению даосов, конфуцианцы за искусственное. Но сами конфуцианцы часто пытаются свести все свои вот эти вот моральные ценности к чему-то естественному. То есть у нас есть человеческая природа, син, точнее не син, а син, именно важно. Так вот, у нас есть человеческая природа, эта человеческая природа, она добра, зла, неважно, ну чаще всего добра. То есть следуя за мензы, многие конфуцианцы скажут, что она добра, почти все на конфуцианство говорит, что природа добра, иногда с нюансами, иногда без. Короче, она добра, но почему она добра? Из ответа на почему добра это природа, мы можем как бы и получить все эти учения. А как нам обосновать, что природа это добра от человека? Откуда мы знаем, какова вообще эта человеческая природа? Вот. Нужны дальнейшие рассуждения. Так вот, знание должно естественно проистекать из природы индивида, а не быть подражанием мудрецам. Все вещи равны между собой, нет разницы между великим эмуалом, жизнью и смертью, короткой и длинной жизнью и так далее. В дальнейшем неодолосизм слился с буддизмом и исчез как философское течение. Но мы давайте, мы тут еще одну школу затронем. Давайте, короче, просто перечислим некоторых мыслителей, известных. В династии Тан были Люй Дуньбинь, один из восьми бессмертных даотской традиций, считается основателем школы полного совершенства. Его учения заложили основы для дальнейшего развития неодолосизма. Чень Туань, даотский мудрец и целитель, который, как считается, занимался даотской медитацией и внутренней алхимией. В династии Сунь были такие мыслители, как Чжан Бадуань, автор уединенного истинного, в общем-то, важного текста во внутренней алхимии. И Вань Джуньян, основатель школы полного совершенства Чжуань Джен. Влиятельность школы даотсизма и его учения продолжили распространять учения о самосовершенствовании и внутренней алхимии. Следующий мыслитель это Цу Чан Цунь, один из самых известных учеников Вань Джуньяна. Значительная фигура в школе полного совершенствования встречался с Чингисханом и основал монастырь по всей Северной Азии. В династии Юань мы встречаемся с такими мыслителями, как Ма Даньян, один из семи учеников Вань Чуньяна, участвовал в распространении учения школы Чжуань Цзен. Следующий представитель данного направления это Суй Сюнь, даосский алхимик и целитель, который считался мастером как внутренней, так и внешней алхимии. Следует дальше династия Мин. Там один из важнейших мыслителей это Лю Юй Си, важный представитель школы полного совершенства в период Мин, который продолжал развивать учения Вань Чуань Яна и продвигал концепцию одного истинного пути. И Чжан Сан Фен. Легендарный даосс, которому приписывают создание Тай Цзи Цюань, одного из внутренних боевых искусств, а также достижения в области внутренней алхимии. Сила. Ну, вы поняли. Но давайте заранее просто попробуем еще рассказать о школе небесных наставников. Мне кажется, тоже довольно интересно, потому что даусизм, классический даусизм, который там, не знаю, Лао Цзи, Джуан Цзи, его часто в нашей традиции называют философский даусизм, потому что он затрагивает в основном философские принципы и не пытается построить из этого религию. Потом важнейшим развитием этого даусизма является так называемый уже религиозный даусизм, то есть когда даусизм приобретает религиозные формы. И, например, вот одно из таких религиозных форм, это, правда, не ДНО даусизм, вроде бы, как я понял, но неважно. Мы все равно здесь его упомянем, потому что по эпохам подходит, и школа интересная, и очень, что самое главное, показывает нам сущность многих других школ даусизма. Вот. Одну школу мы сейчас вот посмотрели коротко, потом посмотрим подробнее. Но сейчас мы коснемся именно школы небесных наставников. Это религиозное направление даусизма, основанное в поздние годы династии Хань. Основателем движения был Джан Даолин, первый патриарх-небесный наставник. И бессмертный даос. Бессмертие. Бессмертие! Бессмертие! Запомнили. Следует заметить, что школа возникла намного раньше Средневековья, но существовала во времена Средневековья, и про это у меня лекции нет, поэтому давайте, в общем-то, здесь тоже немножко остановимся. Данная школа является центральной школой немонастырского даусизма, для которого характерно почитание небесных божеств, богослужение на литературном языке, проведение предписанных традиций покаяния и постов, и общественных ритуалов, наличие наследственного духовенства, наличие бюрократизированной иерархии духовенства. Самое главное, что здесь в центре этого учения присутствует, это культ бессмертия. Вообще, в принципе, даусизм изначально нам проповедует культ долголетия. То есть вы можете, не знаю, вот мыслите ли, есть такой Янзы, вот, я не вырву ни одного волоса там со своей ноги ради спасения от государства. Вот, допустим, разбойники стоят напротив города, это я по-своему пересказываю, ну, неважно, да, стоят напротив города разбойники и говорят, мы сейчас уничтожим вот этот город, или даже всю Поднебесную, и только один Янзы может спасти этот город, вырвав волосок со своей ноги. Янзы сказал, я не вырву волоска ради всей Поднебесной. Ну, конечно, не вырвет. То есть, вот вы понимаете, отсюда произрастают некоторые элементы даусизма. У Джуанзы есть, опять же, многочисленные, в Джуанзы, в тексте, есть многочисленные элементы, подчеркивающие необходимость долголетия, стремление к наиболее долгой жизни, именно долгой. Качество этой жизни мы здесь не разбираем. Это у нас сейчас современные люди, они хотят, знаете, пожить яркую жизнь, а в старости уже жить не хотят, хотят сдохнуть. Просто сдохнуть хотят, да. Китайцы у них все наоборот, то есть, китайцы именно традиционные, особенно китайцы для китайцев, тем более для даосов, особенно для таких даосов, как вот школа небесных наставников, главной вещью является вообще в принципе бессмертие. Достижение бессмертия это очень важная, собственно, вещь. Причем нередко это чуть ли не телесное бессмертие, хотя там есть нюансы, можно там себе младенца такого особого зачать, так скажем, и бессмертить себя уже не вполне телесно. Ну, понимаете, в общем-то, да, бессмертие, не умирать. Не умирать вообще. Ну, и долголетие здесь тоже рядом. Уже у Джоанзы мы видим разные отсылки к этому долголетию. Ну, например, вот у нас есть известная, в общем-то, цитата Джоанзы про дерево. Вот, соответственно, приходит лесоруб к дереву и смотрит, а дерево, оно какое-то уродливое, странное, его очень тяжело срубить, его трудно использовать. И вот, собственно, он говорит Джоанзы, этот лесоруб, что это дерево бесполезно. Но Джоанзы ему отвечает, поскольку это дерево бесполезно, и ты не можешь его срубить, ну, собственно, оттого оно и простоит дольше, соответственно, да, и будет дольше, собственно, существовать. И эта бесполезность у Джоанзы подчеркивается как определенный такой большой плюс на самом деле. То есть, будучи бесполезным для людей, то есть, даже это можно выразить так, человек не может искусственно использовать его, он не может построить из него дом, он не может его испортить, это дерево, понимаете? Он не может доски сделать из него и лодку себе построить, потому что дерево, оно, ну, непригодно для, вот это дерево непригодно для таких целей. Именно поэтому это дерево будет существовать долго, именно поэтому оно прекрасно, естественно, замечательно, и таким образом, оставаясь бесполезным, оно дольше просуществует. Так вот, культ бессмертия и алхимия. Школа небесных наставников придает большое значение идеям о бессмертии и трансформации человеческой природы Практика внутренней и внешней алхимии Нэйдань и Уэйдань Служит основой для достижения бессмертия и просветления Что такое внутренняя и что такое внешняя алхимия? Внешняя алхимия это когда ты взаимодействуешь с внешними веществами Вот у тебя там киновари Ну, китайцы, короче, алхимики по всему миру Они очень сильно угорали по киновари Ну, киновари это ртуть красная такая Ну и не только по киновари, а вообще в принципе по ртути Ртуть один из основных, в общем-то, элементов, которые участвуют в алхимии, как ни странно Ну, у китайцев прежде всего киновари Ну и, соответственно, они так или иначе создавали всякие пилюли из киновари нередко И не только из нее, но и из киновари в основном Ну, вот это вот внешняя алхимия Внешняя алхимия это когда ты, в общем-то, химичишь, у тебя что-то получается Ты такой, оп, пилюля, бессмертен, ну или умер Тут еще, понимаете, по-разному же получается Ты можешь съесть вот эту пилюля, оп, тело твое откинулось А, соответственно, рожденный в тебе какой-нибудь там даосский младенец бессмертный Он невидимо вылетает из твоего тела и становится бессмертным Ну, короче, там свои нюансы есть А есть внутренняя алхимия Что подразумевает внутренняя алхимия? Короче, смотрите, сидишь такой, медитируешь Но твое тело это как бы котел На твоем теле и так всякие там вещества есть Ты что-то ешь, ты что-то потребляешь И твое тело это как бы определенный котел Который в процессе медитации способен вырабатывать правильные там вещества, не вещества Для того, чтобы ты, не знаю, культивировал свое бессмертие И вообще, в принципе, идея всех этих культиваторов разных, всевозможных О которых мы уже сегодня не раз говорили Она, в принципе, базируется на внешней и внутренней алхимии Внешние это вот эти всякие пилюли Внутренняя алхимия это медитации Сопряженные, собственно, вот с такой вот внутренними С управлением внутренними своими процессами получается Ну, или, по крайней мере, человек думает, что он управляет своими внутренними процессами И с помощью медитации, внимания и всего остального достигает определенного результата Вот Не все школы, не все направления, не все мыслители использовали оба типа алхимии То есть, изначально, в ранние времена, как я понимаю, использовалась преимущественно сначала внешняя алхимия Но потом даосы поняли, что, ну, люди, как бы, они просто умирают И особо яркий пример, это когда они императора, собственно, накормили пилюлями бессмертия Которые были сделаны из киноваря Ну, и понятное дело, что император не то чтобы стал бессмертным Не, бессмертным он, может быть, конечно, и стал Но управлять государством ввиду смерти собственного тела перестал, соответственно Ну, в определенное время, короче, внутренняя алхимия становится более популярной, чем внешняя Ну, потому что одно дело, это жрать ртуть А другое дело, это как бы заниматься медитациями От медитации ты точно не умираешь в мгновение ока Ну, от ртути ты тоже не в мгновение ока умираешь Ты умираешь долго, мучительно, с разными заболеваниями И тебе вообще очень, 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 очень плохо, понятное дело Ну, вы сами понимаете, как получилось Так вот Кульбе смерти и алхимия Важным аспектом учения является работа с энергией ЦИ Ее трансформация для достижения высших состояний сознания и духовного развития Ритуалы и обряды Ритуалы занимают центральное место в практике небесных наставников Школа разработала множество ритуалов, направленных на умиротворение духов Лечение болезней и обретение гармонии с природой Обряды, проводимые последователями школы, часто включают жертвоприношение, медитацию и молитвы Что помогает практикующим наладить контакт с небесными силами и получить их благословение Этика и мораль Этика небесных наставников подчеркивает важность моральных принципов в этике и жизни последователей Основные добродетели, такие как человечность, справедливость, мудрость Играют ключевую роль в духовной практике Это те самые Жень и Иджи Вы помните, это конфуцианская тема В раннем даосизме этого всего не было И Лао Цзэ, он как бы критикует Жень, человечность по-своему Он говорит, что все искусственно Он как раз подчеркивает, что конфуцианцы вводят какие-то нелепые правила И каждое новое правило отклоняет нас от естественности Где появляется красота, появляется и уродство Где появляется мораль, появляется и аморальная Да, конфуцианцы все разграничивают, распределяют и так далее А вот здесь они взяли и приняли, если что Видите эти штуки Синтез Синтез произошел Эти моральные установки помогают практикующим развивать личную добродетель И поддерживать гармоничные отношения с окружающими Духовное руководство и наставничество Школа небесных наставников акцентирует внимание на важности учителей и наставников Которые передают знания и практики ученикам Эти наставники считаются проводниками небесных истин и духовного опыта Учение предполагает, что наставники помогают ученикам в их духовном пути Обучая ритуалам медитации и этическим нормам Понятие о дао и тайне Основным понятием в учении является дао Которое рассматривается как высший принцип, управляющий всем сущим Практикующие школы стремятся достичь этого дао и следовать его путям Тайна в учении обозначает скрытые знания и практики Которые могут быть доступны только избранным И тем, кто прошел определенную инициацию обучения Теперь давайте вернемся к неодаосизму, классическому такому И начнем с Люй Дунбиня Соответственно Одна из самых популярных и почитаемых фигур в китайской и даосской традиции Он является одним из восьми бессмертных Басянь и символизирует даосский идеал духовного совершенства и бессмертия Хотя его учения и философия не были систематизированы в трактаты Как это было в случае с неоконфуцианцами Представления о Люй Дунбине основаны на народных преданиях, легендах и даосской литературе Основные аспекты учения и философии Люй Дунбине Путь к бессмертию Центральным элементом учения Люй Дунбины является даосский путь к бессмертию Согласно даосской традиции, бессмертие можно достичь путем духовного и физического самосовершенствования Люй Дунбинь, как и другие бессмертные, демонстрирует возможность достижения бессмертия Через практику внутренней алхимии Самодисциплину и отказа от мирских удовольствий Он символизирует идеал сянь Просветленного существа, которое преодолело ограничения человеческого существования И стало бессмертным через гармонию с природой и вселенной Внутренняя алхимия Нэй Дань Люй Дунбин ассоциируется с практиками внутренней алхимии Направленными на преобразование энергии в теле с целью достижения бессмертия Эти практики включают в себя работу с энергией ци, медитацию, контроль дыхания И другие методы, которые помогают трансформировать грубые энергии в более утонченные В даосской алхимии тело рассматривается как микрокозм вселенной И цель практикующего – гармонизовать эти внутренние процессы Чтобы в конечном итоге достичь бессмертного состояния Этика и мораль Хотя Люй Дунбин связан с магическими и алхимическими практиками Он также проповедовал важность морального самосовершенствования В одной из легенд он испытал себя в различных ситуациях Чтобы проверить свою решимость и стойкость перед лицом соблазнов и трудностей Он учил, что путь к бессмертию включает не только физические и духовные практики Но и развитие моральных качеств, таких как честность, сострадание и искренность Борьба с демонами и злом Да, это безусловно часть философии Победа над демонами В даосских легендах Люй Дунбин часто выступает как защитник от зла и демонов Он использует свои магические способности и духовную силу для изгнания злых духов Помощи людям и преодоления негативных влияний Его образ символизирует борьбу с внутренними демонами, эгоизмом, жадностью, гневом и другими страстями Которые мешают духовному развитию Учители и наставник В китайской традиции Люй Дунбин часто изображается как учитель, который передает свои знания и опыт ученикам В частности, он связан с учением о школе лунного сплава Одной из даосских школ, которая фокусируется на алхимии и духовных практиках Его образ учителя также символизирует передачу традиций от мастера к ученику Что является важным аспектом даосской практики, да и не только даосской, буддийской в том числе в итоге Особенно в каком-нибудь там чань-буддизме, ну ладно Чэнь Туань, следующий мыслитель Также известен как Чэн Си Или Чэнь Бочжэнь Был знаменитым даосским отшельником И мастером внутренней алхимии Жившим в конце периода пяти династий и десяти царств А далее династии Сун Чэнь Туань стал легендарной фигурой в даоссизме И считается одним из основоположников внутренней алхимии Его учения и практика оказали значительное влияние на развитие даосской философии и алхимии Чэнь Туань известен как один из ведущих мастеров внутренней алхимии В отличие от внешней алхимии, которая занимается физическим преобразованием веществ Внутренняя алхимия сосредоточена на трансформации жизненной энергии ци В своих практиках Чэнь Туань учил, что человеческое тело – это микрокос Вселенной Дыхательные упражнения и работы с энергией ци Чэнь Туань разработал и усовершенствовал различные дыхательные техники и упражнения для контроля циркуляции энергии ци в теле Эти практики помогали укрепить здоровье, продлить жизнь и достичь духовного равновесия Он также пропагандировал использование специальных методов дыхания для достижения состояния внутреннего покоя и ясности ума Что считалось необходимым для успешной практики внутренней алхимии Практика сна и медитации – Шуйгун Одной из самых известных практик, ассоциируемых с Чэнь Туанем, является искусство сна Он якобы мог погрузиться в глубокие медитативные состояния или сон на лительное время Что позволяло ему сохранять энергию и достигать высших состояний сознания В даосской традиции практика сна и медитации рассматривалась как важный способ восстановления и укрепления жизненной энергии А также как средство для достижения глубокого внутреннего покоя и духовного прозрения Йога снежного образа – Бай Сюэнь Гун Чэнь Туань также известен своей разработкой так называемой йоги снежного образа – Бай Сюэ Гун Эта практика сочетает в себе элементы медитации, дыхательных упражнений и визуализации, направленные на накопление и очищение энергии в теле Считается, что благодаря этой практике можно достичь состояния чистоты и ясности Что символизирует образ этого снега Гексограммы и гадания по Идзин тоже здесь были важными Идзин – это книга перемен, напоминаю Та самая, о которой я говорил в начале, где там кости как раз Описывается, как с этими костями обходятся кости, которые выкидывают одну из нескольких гексограмм Вы знаете, да, полистайте, почитайте, прогуглите, что такое Идзин, если вам интересно Джан Будуань, следующий мыслитель Был выдающимся даотским алхимиком и философом эпохи Сун Он является одной из ключевых фигур в развитии даотской внутренней алхимии И автором классического текста «Ученик о пробуждении к истине» Который оказал значительное влияние на развитие даотской алхимической традиции Внутренняя алхимия Внутренняя алхимия является центральной темой в его учении В отличие от внешней алхимии, которая сосредоточена на физическом преобразовании веществ Но вы знаете, что это значит Три сокровища, короче, в его учении есть А, кстати, вот Внутренние алхимические процессы рассматриваются как символические действия Направленные на объединение и гармонизацию различных аспектов человеческой природы Эссенции, дзин, энергии, ци и духа, шень Три сокровища Дзин, ци, шень Дзин, ци, шень Только что было Эссенция, энергия, дух Но это уже согласно нашим переводам Мы там напереводили что-то И у нас получилось дзин, ци, шень Джан Будуань уделял большое внимание концепции трех сокровищ Саньбао Которые включают эссенцию, цин, цин Точнее, энергию, ци и дух, шень Эти три компонента составляют основу человеческого существования и здоровья Алхимические практики Джан Будуань направлены на преобразование цин в ци А затем в шень Что позволяет практикующему достичь высших состояний сознания и в конечном итоге бессмертия То есть перегонка Вообще классно Алхимический термин Перегонка тут есть И можно перегнать одно в другое То есть перекачать эссенцию в ци А ци в шень Круто Процесс алхимической трансформации Джан Будуань описал процесс внутренней алхимии как постепенное очищение и возвышение энергии внутри тела Этот процесс начинается с культивации эссенции цин, которые затем трансформируются в энергию ци После этого ци преобразуется в дух, а затем следует слияние с пустотой сюй Что символизирует высшее состояние просветления и единства с дао В своих трудах он использовал многочисленные метафоры и символы Такие как цикл пяти элементов, работа с артутью и цветцом, чтобы описать алхимический процесс Канон Ученика пробуждения к истине Основным его произведением является этот собственный текст Соединение внутренней и внешней алхимии Хотя Джан Будуань сосредоточился на внутренней алхимии Он также уделял внимание символическому значению внешней алхимии Он считал, что внешняя алхимия является отражением внутренних процессов И что истинная цель обеих это духовное совершенствование и достижение бессмертия Внутреннюю алхимию он рассматривал как способ самотрансформации Который может привести к состоянию, описываемому как золотое бессмертие Следующий мыслитель это Вань Чунь Ян Школа совершенной истины Вань Чунь Ян основал школу совершенной истины В 1167 году После нескольких лет ошельничества и духовных поисков Эта школа быстро стала одной из ведущих в китайском даосизме Сыграв важную роль в распространении даосских практик и идей по всей империи Основной целью школы совершенной истины является достижение гармонии между телом, умом и духом Через практику самоочищения, медитации и строгого морального кодекса Синтез даосизма, буддизма и конфуцианства Вань Чунь Ян стремился объединить три основные философские традиции Китая Даосизм, буддизм и конфуцианство В одно целое учение Он считал, что эти три учения взаимодополняют друг друга и ведут к одному и тому же конечному результату Достижению просветления и единства с дао Вот Конфуцианство Обеспечивало этическую основу Буддизм предлагал методы медитации И от решенности от даосизма давал ключи к внутренней алхимию и духовному бессмертию Практика самодисциплины и нравственного поведения Одним из важнейших объектов учения Вань Чуана Была строгая самодисциплина и соблюдение нравственных норм Он подчеркивал, что духовное совершенство невозможно без нравственного самосовершенствования Внутренняя алхимия тоже у него, собственно, присутствует Работа с ЦИ и так далее, так далее, так далее Три сокровища То, что уже было, очевидно Учение о двух истинах Ван Чуньян Вел концепцию двух истин Согласно которой существует относительная истина Мира и явления Абсолютная истина, связанная с дао Это уже мне напоминает Нагарджуну, честно говоря И учение Манхьямики Ну ладно Он учил, что для достижения духовного совершенства Необходимо выйти за пределы Относительной истины И постичь абсолютную истину Что означает Осознание единства всех вещей и слияние с дао Десять наставлений у него еще есть Разработал десять наставлений Для последователей, которые включают такие предписания Как избегание роскоши, сдержанность в идее питье Отказ от врага, соблюдение строгого монашеского образа жизни А также преданность учению его практики Следующий мыслитель Тут немножко расскажем Это Цю Чан Цюнь Один из самых известных влиятельных даоцких мастеров эпохи династии Сун И раннего периода династии Юань Он был учеником Ван Чу Эняна И одним из семи первых последователей школы совершенной истины Так же известные, как семь истинных Цю Чуань сыграл Цю Чан Чунь Цю Чан Чунь Цю Чан Чунь Сыграл ключевую роль в распространении учения этой школы И ее установления как ведущей даоцкой традиции того времени Цю Чунь Цю Чунь был известен своими практиками внутренней алхимии Направленными на преобразование жизненной энергии Ци И достижение бессмертия Он учил, что через внутреннее очищение и работу с энергией Можно преобразовать грубую материю в чистую духовную субстанцию Эти практики включали медитацию, дыхательные упражнения И визуализацию, что было характерно для даоцкой школы Шан Цин Которая Цю Чунь Цю не являл основателем Он основал ее Лю Юй Си Влияние даоцизма проявляется философия Лю Юй Си Через его призыв к простоте, естественности, исследованию естественным законам природы Он часто использовал даоцкие идеи для выражения своих мыслей о гармонии между человеком и природой А также о необходимости адаптации к изменениям и непостоянству жизни А теперь Чжан Сан Фен Наш 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 Сильный Мощный Бьет 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 Кунг-фу Ладно Чжан Сан Фен Часто считается основателем Тай Цзин Сюань Тай Цзин Сюань Все верно Боевого искусства, которое сочетает в себе элементы физической активности Медитации и философии Тай Цзин Сюань основывается на принципах гармонии, плавности и внутренней силы Учение Тай Цзин Сюань включает в себя идею о том, как развивать внутреннюю энергию Цзин через движение и медитацию Что способствует улучшению здоровья и укреплению духа Чжан Сан Фен активно развивал концепции внутренней алхимии, которая направлена на преобразование жизненной энергии и цельный дух Он учил, что работа с энергией Цзин и ее трансформация являются ключом к достижению бессмертия и просветления Чжан Сан Фен был глубоко привержен даосской философии, основанной на принципах дао и увей Что означает недеяние или естественное действие Он считал, что человек должен следовать естественным течениям жизни и действовать в согласии с ними Классика Ну, как вы видите, вот у нас даосы, нео-даосы средневекового такого периода были разобраны И вот они Мы, кстати, некоторых не разобрали Нормально, ну ладно Не то, чтобы у меня сильно много времени И еще кое-что надо будет потратить именно на буддизм Китайский буддизм Ну, то есть даосы очень сильно сконцентрировались на разных вот таких вот медитативных практиках Прежде всего с аллюзиями, метафорами, алхимического характера Ну, как-то вот так вот у них все получилось Тем временем у нас есть буддисты китайские тоже У Китая есть три друга Конфуцианство, буддизм, даосизм И что самое главное, есть исконно китайские школы Да, важно помнить, что буддизм пришел в Китай Кстати, я точно по датам не помню Возможно, даже до нашей эры То есть первые проявления буддизма в Китае, возможно, были до нашей эры Где-то в первом-втором веке уже как бы более-менее буддизм устаканился в Китае Да, начали появляться нормальные такие школы Прежде всего речь идет о школах Большой Колесницы Это прежде всего Махаяна и Йогачара И будут китайские школы, которые к ним отсылают Но что самое главное, китайский буддизм Прошел некоторое количество преобразований И в контексте этих самых преобразований Он, собственно, обрел свою собственную специфику Это важно Эту специфику мы скоро будем снова разбирать Соответственно Сейчас мы коротко это все разложим по полочкам Но перед этим, в общем-то, да Перед этим, перед этим, перед этим Что перед этим будет? А ничего не будет Соответственно, давайте разбирать В Средневековом Китае развивались различные школы буддизма Каждая из которых имела свои особенности и интерпретации буддистских учений Вот основные школы Школа Цяньтай Школа Хуаянь Школа Чань Чань буддизм известный Школа Цзинту Школа Чистой Земли Если проще по-русски Школа Люй И школа Фасян И школа Нитерен Нитерен это в честь вообще монаха названа Который ее основал Школа Цяньтай Основана в шестом веке Джи И Его звали Джи И Основное учение школы Синтез различных буддийских текстов С акцентом на сутру лотоса Цяньтайская школа развивала концепцию трех уровней истины И практиковала методы медитации Постоянная истина Это высший уровень истины Который обозначает абсолютную реальность Неподверженную изменениям Он связан с состоянием просветления И понимания природы Будды На этом уровне отсутствуют концепции разделения И все явления рассматриваются как единство Постоянная истина Подразумевает Что все вещи имеют одну и ту же природу Будды И что все является взаимосвязанным Промежуточная истина Этот уровень истины Описывает относительную реальность С которой сталкиваются живые существа В повседневной жизни Этот мир является Этот мир явлений В котором существуют различия Обыденные вещи И различные понятия Промежуточная истина Позволяет описывать и объяснять мир В котором мы живем Используется для практического понимания Дхармы Большой буквой Значит пути И обучение других Пустота Это уровень истины Описывает природу всех явлений Как пустоту Пустота не означает отсутствие А подчеркивает Что все явления Лишены самостоятельного существования И зависят от множества факторов и условий Пустота Также Указывает на то Что наши концепции И представления о мире Могут быть обманчивыми И понимание пустоты Помогает разрушить Привязанности и заблуждения Следующая школа Это школа Хуаянь Основана В 7 веке Монахом Фа Жанем Основной текст Авата Мсака Сутра Сутра цветов Кстати, если я не ошибаюсь Сутра цветов А, да, давайте Я вспомнил Что я хотел вам рассказать Относительно буддизма Могу в следующий раз забыть Поэтому давайте Короче Смотрите Значительная часть Индийских школ Буддийских Они базируются На так или иначе Длительных медитациях То есть есть медитация До Непосредственно Тантры То есть это очень долгие медитации То есть вы Вы скорее всего Если только-только Начинаете практиковать То согласно Какому-нибудь около Такому классическому До-тантрийскому Буддизму Вы будете практиковать Несколько жизней Долго Имеется ввиду Даже не в течение Одной жизни чаще всего То есть Может быть вам повезло Вы переродились И вы осознаете Что вы переродились В буддизме И у вас все хорошо В этом плане Вот вы такой перерожденный Все осознаете Все понимаете И вы сразу понимаете Что вам делать Практиковаться И вы начинаете Не с самого начала Тогда может быть Вам и одной жизни хватит Но в среднем Когда человек Начинает практиковаться Это может занимать Несколько жизней Подчеркиваем Это Такой более-менее Классический буддизм То есть В тантре Все немножко По-другому В тантре У вас Появляется Возможность С помощью Особых практик Воздействующих Часто На ваши Привязанности На вашу Эмоциональную Сферу Страсти Эмоции Такие большие Страсти Любовные Даже иногда Страсти Эротические Страсти А сюда Кстати Тантрический Секс Проистекает Тантрический Секс Одна из Форм Тантрических Практик Когда вы Через Какую-то Сильную Привязанность Преисполняетесь И вас Собственно Это может Занимать Не знаю Несколько лет Тантра А Более Такой Поздний Такой Подходик Это Такое Когда Просветление Буддийское Передается Как цветочек Если я не ошибаюсь С утра цветов Она про это же Нет В общем Там история Где вот Сидел Один Монах Слушал Будду А Будду На него Такое Посмотрел Подмигнул И цветочек Ему Как бы Передал И вместе С цветочком И вот Подмигивание Типа Братишка Держит цветочек Передалось И просветление Мгновенно То есть В китайской Философии В отличие От значительной Части Индийской Философии Китайской Буддийской Имеется Ввиду Работает Вот это Учение О мгновенном Просветлении И Внутри Китайских Школ Как раз Что важно Важно Чтобы У вас Как бы Вот этот Цветочек Вот Передавался От одного Другому От одного Другому То есть Наставник Передал Другому Этот Другой Стал Наставником Передал Цветочек Условно Другому Цветочек Это образ В данном Мгновенно, ну и так далее, так далее, так далее, да, то есть учение о мгновенном просветлении, оно вот как раз вот в китайских школах находит свое, как бы, такое прибежище, и очень часто там встречается, для многих буддистов индийского такого толка, индийской направленности даже, скажем, не очень свойственно, там можно либо долго медитировать, либо медитировать быстрее через тантру, но чтобы вот так вот цветочками, вот цветочками, цветочек, 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 передавать просветление, ну, что-то индусы до такого не додумались, не доросли, не доросли, не доросли до такого. И вот эта цепочка передатчиков должна доходить до вашего, собственно, настоящего наставника, то есть наставник говорит, что вот ему просветление передал предшественник, предшественнику, предшественник, 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 а самый главный, он к Будде восходит, Шакьямуни, который вот из Индии, понятное дело, да, как-то так. То есть непрерывная цепочка передатчиков вот этого просветления должна идти. Так вот, школа Хуаянь, основной текст Аватамсака Сутра. Я вот могу ошибаться, кажется, вот я сейчас пересказал ее содержание про цветочки, надеюсь. Основное учение, концепция взаимопроникновения всех явлений. Ши-ши-уай. Это же здесь вроде бы, да, метафора алмазной цепи Индры, где алмазы находятся на определенной, на разных, в общем-то, объединениях этих самых цепочек и бесконечно отражают друг друга. Каждый алмаз отражает другой алмаз и так до бесконечности. Я вот такую метафору помню, связанную с этой школой, ее здесь в тексте не будет, но я ее заранее припоминаю, потому что метафора очень красивая. Алмазная цепь Индры, во-первых, да, она вот, и каждый алмаз, он отражает все вокруг, получается. У него очень чистые грани зеркальные, он все вокруг себя отражает и все в себя впитывает, и поэтому все во всем, в каждом алмазе все остальные алмазы, и в каждом из любых этих алмазов тоже все остальные алмазы, и так оно все во всем пребывает. Так вот, взаимозависимость. Все явления существуют в взаимосвязи друг с другом, и ни одно явление не может существовать изолированно. Это означает, что каждое событие, объект или состояние зависит от множества других факторов и условий. В школе Хуаянь подчеркивается, что мир представляет собой сложную сеть взаимосвязей, где каждое явление влияет на другие, и любое изменение в одном элементе системы может затронуть всю структуру. Принцип все во всем. В учении школы Хуаянь существует идея, что каждое явление содержит в себе все остальные явления. Это выражается в концепции все в одном или один во всех. Например, одна капля воды может содержать в себе все свойства океана. И в этом смысле каждый элемент вселенной является отражением всей реальности, степени реализации. Школа Хуаянь говорит о десяти уровнях или землях, через которые проходит Батхисатва на пути к просветлению. Эти уровни иллюстрируют, как понимание взаимозависимости и соприкосновение всех явлений постепенно углубляется и раскидывается на различных этапах пути. Каждый уровень представляет собой новое понимание взаимосвязанности всех явлений и помогает практикующему развивать сострадание и мудрость. Природа реальности. В концепции соприкосновения всех явлений подчеркивается, что реальность не является статичной и фиксированной. Она динамична и постоянно изменяется. И это изменение происходит в контексте взаимных влияний между явлениями. Это ведет к пониманию пустоты, поскольку все явления лишены независимого существования и зависят от множества факторов. Путь к просветлению. Осознание соприкосновения всех явлений помогает практикующим преодолеть эгоизм и привязанность, способствуя развитию сострадания и любви к другим. Это понимание позволяет более глубоко осознать страдания других и стремиться к их спасению. Углубленное понимание взаимозависимости и единства всех существ является важной частью пути бодхисаттвы. Следующая школа – это школа Чань. Чань-буддизм. Развивалась в VI веке. Считается, что ее основал Бодхидхарма приблизительно в V-VI веках. Основное учение – это достижение природы ума через медитацию и отказ от привязанности к писаниям. Школа Чань дала начало японской дзен-школе. Там философии мало какой-то, учений даже концептуально мало, поэтому мы просто туда не касаемся. Это скорее такая более практическая школа. Школа дзен-то. Чистая земля. Развивалась с IV по V века, получила популярность в VII-V веках. Основное учение – вера в спасение через повторение имени Будды Амитабхи и стремление к перерождению в его чистой земле. Это особый мир, где, соответственно, круто медитировать, если кратко. Основатели – Хуэ Юань и Шэнь Дао. Чистая земля представляет собой идеальное, божественное царство, созданное Буддой Амитабхой. Это место, где отсутствуют страдания и препятствия, и где существа могут практиковать харму без трудностей, стремясь к просветлению. Считается, что чистая земля находится за пределами обычного мира и обладает высшей чистотой и спокойствием. Ну, вы понимаете, да? Кто такой Будда Амитабха? Это центральная фигура школы чистой земли. Он поклялся создать чистую землю для всех существ, которые искренне призовут его имя и обратятся к нему за помощью. Согласно преданию, когда он был бодхисатвой, он произнес 48 обетов, одними из которых было обеспечить всем желающим возможность родиться в его чистой земле. Практика воспоминаний о Будде. Основной практикой в школе чистой земли является воспоминание о Будде Амитабхе, что часто выражается формой мантры «На-ма-ми-та-фу», «На-мо-ами-ту-а-фу», «Амитабха», видимо, что означает «прибегаю к Будде Амитабхе». Эта практика помогает сосредоточить ум и развить веру в Будду, что, согласно учению, обеспечивает перерождение в чистой земле после смерти. Путь к освобождению. Вера и практика воспоминаний о Будде Амитабхе рассматриваются как способ освободиться от цикла перерождения сансары и страданий. Перерождение в чистой земле считается надежным путем к достижению полного просветления. В чистой земле условия жизни способствуют более легкому пониманию дхармы и достижению состояния Будды, сострадания и обеты. Школа чистой земли подчеркивает важность сострадания и помощи другим существам Будды Амитабха и Бодхисаттвы, обитающие в чистой земле, стремятся помочь всем существам достичь освобождения. Практикующие этой школы также стремятся развивать сострадание, чтобы поддерживать других на их пути к просветлению. Следующая школа – это школа люй. Основное внимание уделяется дисциплинарным правилам венчая и монашеским обетам. Школа юй также известна как школа предписаний. Все просто. Школа фасян. Это школа только сознания. Ну, аналог йога-чара. Йога-чара, где только сознание существует, и все остальное – иллюзия. Такая вот матрица. Школа матрицы. Основана даусянем. Основное внимание уделяется дисциплинарным правилам венчая и монашеским обетам. А, нет, о господи. Прошу прощения. Даусянем основана школа люй. Школа фасян основана в 7 веке. Сюань-заном. Это важно. Основное учение школы – только сознание. В китайском понимании – фасян. Которое связано с индийской йога-чарой. Школа развивает идеи об иллюзорности внешнего мира и необходимости внутреннего понимания сознания. Если что, можете посмотреть мою лекцию по буддизму индийскому. И там у вас будет как раз возможность прикоснуться к йога-чаре и по аналогии с этим понять, что за фасян такая. Теперь школа Нитирэн. Эта школа возникла позднее, но имела влияние на китайский буддизм благодаря своему японскому аналогу, основанному на учении Тянь-Тянь-Тай. Нитирэн, буддизм, основан на практике сутры лотоса и повторении мантры. Учение Нитирэна подчеркивает единство всех существ и их взаимосвязанность. Нитирэн учил, что каждый человек, независимо от своих действий и обстоятельств, может достичь просветления, если обратиться к учению лотоса и будет практиковать его с искренним сердцем. Нитирэн также подчеркивал, что все явления в мире, включая страдания, могут быть преобразованы в положительные результаты через практику Дхарма. Так, ну что, основной текст мы зачитали, теперь давайте попробуем выводы сделать. Китайский буддизм, ну вообще какой китайский буддизм, китайская философия крайне разнообразна. Да, и тесно переплетена с религиозной традицией Китая, если мы можем вообще говорить, ну если мы говорим о религии Китая, то он в ней. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе, ну что, в средневековье было у нас приблизительно так же, да, философия была полностью в религии. И в целом даже после средневековья философия у нас порождала околорелигиозные направления, опять же тоже Сведенбург, наша философская мистика, Беме и так далее, у китайцев было очень много похожего, и при этом было очень много интересных учений, концептов, рационализации интересных, то есть есть отдельные тексты, трактаты, в которых проводятся иногда доказательства, иногда доказательства не проводятся. Как вы понимаете, скорее всего, если вы прочитаете какой-нибудь трактат алхимика, а алхимия и философия на протяжении долгого времени тоже были тесно связаны, и многие алхимики были философами, а философы алхимиками, то есть не стоит этого тоже забывать на самом деле. Но конкретно вот у этих философов китайских, особенно вот в неодаусизме, вы вряд ли столкнетесь с какими-то серьезными доказательствами, но зато как раз у неоконфуцианцев столкнетесь, и прочитав, например, обычных конфуцианцев, Мэнзи, Суньцзы, вы, скорее всего, тоже обнаружите попытку аргументировать свою позицию, если вам для философии важна именно аргументация. Из всего перечисленного, наверное, наиболее философичным для вас покажется именно неоконфуцианство, и с концептуальной точки зрения, и, собственно, с такой вот доказательной точки зрения. Опять же, уровень доказательности китайского буддизма я на самом деле не знаю, потому что очень сложная, глубокая индийская философская традиция, в том числе философская традиция буддизма, мне более-менее известна, и там доказательства были, и буддисты разрабатывали даже собственные подходы к логике индийской, да, и там было очень много интересных разных моментов, и буддисты участвовали в дискуссиях-спорах постоянно, причем реально спорах, реально дискуссиях, там, и так далее, и так далее, и так далее, то есть для них это было обычным делом. Сказать то же самое про китайский буддизм я не могу, просто потому что не имею представления об этом. Но в любом случае, китайская философия, если рассматривать ее с концептуальной точки зрения, да, то есть создание концептов, она точно существовала. Китайская философия, как попытка обосновать некоторые свои концепты, она тоже существовала, и это понятно еще с самой древности, и не только. Просто метод доказательства отличается в целом, вообще методы разные, да, отличные. Ну и китайская философия именно что уже такого позднего периода, такого вот средневековья, позднего, ну средневековья, понимаете, да, она представляет определенные интересы и заслуживает нашего изучения. Эта философия проясняет многие аспекты современной китайской культуры, которая проясняет многие аспекты книжной культуры, литературы в том числе. Если вы хотите лучше понимать китайцев, образованных китайцев тем более, если вы хотите лучше понимать вообще в целом Китай как некое явление, неплохо бы изучать китайскую философию в том числе, не только ее, не только ее, но ее в том числе на самом деле. Если вы хотите даже больше китайскую политику, наверное, понимать китайскую философию, изучить тоже было бы неплохо. Ну так что, друзья, большое спасибо. Огромное спасибо RedRoom'у за то, что донатил именно на эту лекцию. Ну, Vynote тоже спасибо за то, что он предложил эту лекцию. RedRoom'у спасибо, что он задонатил много денег на эту лекцию на аукционе, который у нас был. Большое спасибо, друзья, за то, что меня просмотрели. Приходите на стримы, смотрите другие мои видео, подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на все источники, чтобы мы не потерялись. Материалы, лекции. Короче, я собираюсь продолжать свою деятельность, несмотря ни на что. Так что, друзья, я жду вас в своем храме осьминога бесконечности. С вами был кандидат философских наук Александр Шадов, абсолютный скептик, доксолог, Герман Эфт, что еще? Антисайентист. Писатель-поэт, еще, да, и философ. Все. Всего вам доброго, всего вам хорошего, всего вам самого классного. Всех вас, друзья, люблю за то, что вы прослушали эту лекцию. Все. Пока, 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 пока.